Япония будет поставлять Европу свой сжиженный природный газ. С такой просьбой к Токио обратились представители Евросоюза и США. Япония сама импортирует энергоносители, но в нынешней ситуации в Токио решили проявить политическую солидарность. Первые партии должны прибыть в Европу уже в марте. У Японии пока достаточно запасов СПГ для удовлетворения внутренних потребностей, хотя и не сказать, что бы в избытке. Но когда ситуация в мире становится такой, как сейчас, по поводу Украины, Япония должна поддерживать страны-семерки, особенно те, у которых общая с Японией ценности. На этой неделе в Вашингтоне искали альтернативные пути поставок энергоносителей в Европу на фоне кризиса вокруг Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Баррель приехал к американскому коллеге Энтони Блинкену. За океаном неоднократно призывали Брюссель диверсифицировать свою энергетику, которая сильно зависит от российских труб. Около 40% газа и примерно треть нефти из объема европейского импорта приходят из России. На Западе полагают, что в случае обострения ситуации Москва может перекрыть вентиль. А те же поставки СПГ морем не помогут очень сильно, просто потому, что в Европе недостаточно терминалов для приема такого груза. Сегодня мы живем в условиях геополитической турбулентности в контексте России и Крымского кризиса. И энергетические вопросы занимают центральное место в этом кризисе, потому что Россия без колебаний использует значительные поставки энергоносителей в Европу в качестве рычага для получения геополитической выгоды. Также в понедельник президент США Джо Байден, принимавший в тони канцлера Германии Олафа Шольца, открыто пообещал положить конец трубопроводу Северный поток-2. Однако сам Шольц так и не ответил на вопросы о том, готова ли Германия отказаться от газа. По факту СП-2 и так не действует. Регулирующие органы Германии не дают разрешения на ввод эксплуатацию.